Здравствуйте, мы продолжаем наш курс. В прошлый раз мы начали флуоресцентную микроскопию классическую, и в этой лекции я планирую продолжить разговор про классическую флуоресцентную микроскопию, остановиться на каких-то подробностях, связанных с тем, какие флуоресцентные красители сегодня используют, какие режимы есть работы в рамках классической флуоресцентной микроскопии. И во второй части лекции, я надеюсь, мы успеем с вами охватить конфокальную микроскопию и многофотонную микроскопию, а также некоторые экзотические варианты микроскопии, но которые при этом не являются микроскопией суперразрешения. Суперразрешение у нас будет на следующей лекции. Итак, значит, как обычно, быстренько вспомним, о чем говорилось в прошлый раз. Важно помнить, что есть существенное отличие между флуоресценцией и хеми-люминесценцией. Здесь как раз-таки виден эффект, что так называемый стоксов сдвиг, вот мы лазерной указкой светим на раствор, который содержит флуорофор, и мы видим, что если указка, она дает нам зеленый свет, здесь он на каких-то частицах рассеивается, пыли, вот, то уже внутри объекта, где возможна флуоресенция, флуоресенция в среднем распространяется во всех направлениях, если молекулы, значит, двигаются. И, соответственно, мы здесь видим уже другую длину волны излучения, и вот этот сигнал, он уже достаточно яркий, именно потому что флуоресенция расходится во все стороны. В случае хеми-люминесценции в возбужденное состояние наши молекулы переводят какая-то химическая реакция, и, соответственно, дальше уже происходит испускание кванта, который мы тоже можем детектировать. Значит, мы говорили о том, насколько и чем хороша флуоресенция. Сегодня, значит, флуоресентные методы в биологии, они, пожалуй, занимают, наверное, вообще первое место по широте использования охвата. То есть это очень-очень такой метод на сегодняшний день важный, который нашел применение в самых-самых разных областях. Вот секвенирование ДНК, где тоже часто используют флуоресентные метки, и заканчивая детекцией нейрональной активности внутри, значит, живого организма. Например, мы можем смотреть, как возбуждаются отдельные нейроны в головной мозге, ну, например, живой мыши. То есть это совершенно потрясающие возможности, которые открывает нам флуоресенция. Итак, она, значит, нам дает специфичность, чувствительность и широту охвата. То есть мы для самых разных задач можем ее использовать. И сегодня про некоторые эти задачи мы поговорим. Мы в прошлый раз с вами рассмотрели базовую вещь, вообще как происходит, как формируется сама флуоресенция, какие там есть альтернативные пути. Поговорили про спектр поглощения, спектр эмиссии флуоресенция. Ну и поговорили про всякие базовые особенности флуоресенции, про то, как устроен классический флуоресентный микроскоп, значит, что там есть так называемые кубики, которые состоят из, значит, двух фильтров антикроидического зеркала. Посмотрели ход лучей, как обычно это рассматривается, значит, в обычном микроскопе. И дальше рассмотрели, вот на этой картинке я хочу остановиться поподробнее, рассмотрели варианты, значит, освещения в различных флуоресентных микроскопах. Значит, широкопольная флуоресентная микроскопия, которая показана на данном слайде, значит, сверху, да, когда мы облучаем широким пучком, и, соответственно, флуоресенция у нас может исходить из всего объема образца. Фокусированное излучение, это, как правило, конфокальная микроскопия, про нее мы подробно поговорим. И исчезающее поле, которое возникает в случае терф-микроскопии, то есть микроскопии, основанной на явлении полного внутреннего отражения, про которое мы тоже сегодня поговорим подробнее. Значит, очень такой мощный современный метод возбуждения флуоресенции – это формирование тонкого такого светового листа, чаще всего с помощью цилиндрической линзы или дополнительных. Дополнительный модулятор света используется, если мы еще хотим, чтобы здесь была какая-то хитрая решетка в пространстве. Но если для простого варианта, то мы, соответственно, делаем такой вот оптический тонкий лист и детектируем флуоресенцию уже под прямым углом к, соответственно, расположению вот этой плоскости, которую возбуждают флуоресенцию. Это так называемые методы микроскопии, основанные на световых листах. И мы остановились с вами на том, что поговорили про… Я начал про это говорить, про сравнение конфокальной и широкопольной микроскопии. Я подробнее дальше буду рассказывать про то, как устроена конфокальная микроскопия. Но идея такая, да, если мы используем широкий пучок, то у нас происходит наложение сигналов самых разных слоев, пусть даже какие-то слои находятся не в фокусе. Тем не менее, вот из-за этой суперпозиции часто получаются такие вот размытые изображения, если сигнал достаточно толстый по сравнению с глубиной резкости нашего объектива. А в данном случае показано для того же объекта, это такая вот пыльца флуоресентно покрашенная, значит, показано изображение в конфокальном режиме, где очень хорошо видны вот два канала флуоресентна, то есть это разные длиннолны, соответственно, они по-разному окрашены. И очень хорошо видна граница, видно, что если мы делаем тонкий оптический срез конфокальный, то очень хорошо видна структура вот в заданном сечении. Значит, есть задачки, для которых, в принципе, не обязательно использовать конфокальный режим. Например, если мы имеем клетки на поверхности, которые, значит, достаточно тоненькие, и в этих клетках мы хотим что-то наблюдать, в принципе, если толщина этой клетки порядка микрона или меньше микрона, то нам совершенно не обязательно использовать конфокальную микроскопию. И мы можем ограничиться вот такими эпифлуоресентными изображениями. Здесь показан пример для тромбоцитов. Тромбоциты были покрашены краской мипокрином, который заходит в плотные гранулы тромбоцита и прокрашивает вот сами эти гранулы. Здесь мы видим, что если в канале на просвет видны, значит, контуры этих клеток, это DIC изображение. Про дифференциальный интерференционный контраст я тоже вам быстренько расскажу, но попозже. Сейчас хочется фокусироваться на вот именно флуоресентном изображении. Мы видим, что внутри, значит, этих клеток находятся такие точечки. Это как раз-таки гранулы, которые далее могут секретироваться, если мы посмотрим в динамике, как это выглядит. Процесс вот здесь вот уже будет видно, как во времени, после добавления в эту систему активатора, которые приводят к тому, что клетка начинает реагировать и выбрасывает, собственно, вот свои плотные гранулы. Здесь видно, как потихонечку эти гранулы гаснут и, в общем, выбрасываются, их становится все меньше и меньше. И вот флуоресценция позволяет такие вещи детектировать, смотреть, как у каждого тромбоцита, например, устроен этот процесс. Оказывается, это вот недавно мы выяснили, что эти гранулы выбрасываются такими пачками. Они не по одной как-то случайно выскакивают, а если тромбоцит выбрасывает гранул, так, как правило, сразу несколько штук. И вот это довольно загадочно с точки зрения молекулярного механизма, значит, как это может быть устроено. Значит, здесь будет показана уже версия для конфокального микроскопа. Мы в данном случае будем видеть картину агрегата из клеток. То есть это уже не отдельные тромбоциты, которые сидят на поверхности, а это клетки, которые формируют тромб. Здесь я специально выбрал картинку из нашего эксперимента, поэтому я довольно хорошо представляю, как это было сделано. Идея такая, что мы берем кровь, и кровь проходит через специальную систему, где есть активаторы тромбообразования, и формируются агрегаты клеток, тромбоциты. И здесь вот в зеленом канале показана флуоресценция отдельных клеток. Используется краска DIOC6, которая заходит в том числе в митохондрии тромбоцитов, и прокрашивает таким образом не контура клеток, а какие-то внутренние их части. И здесь будет показана довольно интересная картина. Во-первых, это у нас конфокальный срез, именно уже конфокальный, полученный на определенной высоте над поверхностью, где все это происходит. Значит, если это изобразить на схеме, то вот у нас так вот устроен поток крови, вот так вот формируется тромб. А смотрим мы на это дело снизу, то есть вот здесь вот у нас объектив. Соответственно, флуоресценцию мы возбуждаем определенным образом в определенной фокальной плоскости. И дальше снимаем изображение. Значит, вот здесь какие-то флуоресцентные молекулы. Вот формируется, значит, изображение. Уже дальше попадает на камеру, и мы получаем картинку в каком-то срезе. То есть это как бы вот это вот изображение, это вид, условно говоря, снизу на определенной высоте над поверхностью, где этот тромб сформировался. И, соответственно, дальше, если мы будем двигать вот этот вот наш объектив, если мы будем менять его положение по вот этой оси, как правило, это называется ось Z, вот эта вот оптическая ось системы главная, то мы можем получать изображение на разных вот этих вот высотах этого самого агрегата. Здесь как раз-таки показана обработка, которая, ну, очень часто такие изображения редактируются в программе EM&J. Это такая свободная программа. Все имеют к ней доступ, могут ее использовать. Очень много для нее всяких встроенных написано плагинов, то есть таких мини-программ, мини-скриптов, которые позволяют какие-то отдельные решать задачки. И вот в данном случае хочется показать вам один из очень таких вот красивых способов обработки. Вот смотрите, как устроен этот эксперимент. Мы снимаем на разных плоскостях во времени и, соответственно, получаем изображение множества таких вот двумерных картинок. То есть если мы смотрим снизу, получаем одну двумерную картинку, сколько-то на сколько-то пикселей, которые как раз-таки здесь показаны. Вот. И дальше мы можем повторять эти циклы много раз. То есть мы раз пробежались быстро, сняли на каком-то положении плоскостей, потом второй раз, третий. И вот так вот много раз мы эту процедуру делаем. Дальше мы можем все эти картинки объединить следующим образом. Мы знаем высоту. Это вот показано здесь, вот это положение этого ползунка. Это высота, которая нас интересует. А вот это, это момент времени. Значит, первое, это канал флуоресценции. Но давайте сейчас не будем обращать внимание на фиолетовый цвет. Это, естественно, тоже условный такой выбран цвет. Будем смотреть на зеленый цвет, то есть изображение в канале DIO C6. То есть цвет тоже добавлен здесь искусственно. Нужно понимать, что в действительности это было действительно зеленого цвета с точки зрения флуоресценции, но камера у нас не цветная. Она просто снимает, грубо говоря, количество, ну, условно, фотонов в каждом каком-то, в каждой маленькой своей ячейке. То есть получается куча пикселей, в каждом в итоге возникает некоторый ток. Это, естественно, такая система электронная. И вот цветность, значит, интенсивность сигнала в данном пикселе пропорциональна в целом полному световому потоку, который приходится в конкретное место. Вот. И, соответственно, дальше уже мы можем какими-то цветами это преобразовывать и показывать уже в виде каких-то цветов. Здесь показано следующее изображение справа. Это плоскость ZX. То есть вот если мы проведем такую прямую, так как у нас есть изображение на разных плоскостях, мы можем развернуть вот это вот изображение по Z. И вот как бы вот такая у нас картина перпендикулярна. Здесь она ложится направо, и она получается развернута. То есть это фактически картинка, которую мы бы увидели, если бы посмотрели вот с этой стороны. Если бы посмотрели вот от этой стороны в каком-то конкретном сечении. И, соответственно, дальше мы можем посмотреть, как во времени меняется это сечение по мере того, как этот тромб растет. В данном случае мы видим только на каком-то высоте, но зато полную картину в целом. А здесь мы видим по тонкой картинке развертку по Z, соответственно, что происходит, если бы мы посмотрели сбоку в этом месте. Ну вот здесь видно, как этот агрегат формируется, какая у него динамика. Здесь также видно, что вот этот другой сигнал, фиолетовый, тоже возрастает. Но сейчас я на этом не хочу останавливаться. Хочу сказать то, что вот такие конфокальные срезы позволяют получать вот такие информацию о том, как процесс развивается в пространстве трехмерном и, соответственно, во времени. Но для этого нужно вот снимать на разных плоскостях. Следующий подход, про который тоже я сейчас расскажу совсем кратко, дальше мы остановимся чуть подробнее, это метод освещения, который связан с явлением полного внутреннего отражения. Значит, здесь вот эта известная картинка, я думаю, кто-то ее видел даже в метро московском. Она какое-то время, значит, была представлена на рекламных плакатах. И здесь что видно? Здесь видно, как вот от поверхности воды отражается, соответственно, наш объект. В данном случае это вот такая замечательная морская черепаха. И мы здесь видим, вот как, к сожалению, тут вода была не очень, обладала не очень ровной поверхностью, да, поэтому изображение такое сильно искаженное. Но, тем не менее, мы очень здорово видим вот это явление, что если мы под достаточно большим углом идет свет к поверхности, достаточно большим углом падения, то происходит полное внутреннее отражение в случае, если свет распространяется из более оптической плотной среды, то есть в данном случае это вода, и есть границы с менее оптической плотной средой, то есть в данном случае это воздух. Какие можно решать задачи с помощью вот этой терп-микроскопии? Значит, давайте я поясню еще раз, значит, идею, да, вот она у нас была представлена раньше. Мы вспомним, в чем главная особенность. Значит, мы облучаем нашу систему под углом, при этом возникает экспоненциально спадающая световая волна, и мы можем возбуждать флуоресенсию только-только в приповерхностном слое. И такая система может быть использована для того, чтобы регистрировать флуоресенсию только в некоторой области непосредственно рядом со стеклом. Зачем это может быть нужно? Ну, например, мы хотим посмотреть, как взаимодействуют молекулы белков с какой-нибудь молекулой, иммобилизованной на этой самой поверхности, например, с молекулой ДНК. Вот это вид сбоку, вот это вот покровное стеклышко, вот здесь вот, соответственно, у нас идет вот этот вот свет, который, соответственно, тут вот он отражается. Но при этом здесь сюда проходит сигнал, сюда проходит экспоненциально спадающая световая волна, и могут возбуждаться молекулы, находящиеся непосредственно в близости. Если у нас есть какой-то белок флуоресцентно-меченый, мы можем посмотреть, как он взаимодействует с этой молекулой, будет ли он как-то, значит, к ней прикрепляться, и самое интересное, будет ли он как-то двигаться по этой молекуле. Но для этого у этого белочка должна быть некоторая флуоресцентная метка, но сегодняшняя технология с легкостью позволяет это делать. Вот, таким образом мы можем регистрировать изображение и смотреть, что будет происходить непосредственно у самой поверхности, потому что если во всем объеме таких белков в объеме может быть достаточно много, они будут создавать фон. А мы таким образом будем смотреть только вот эту вот приповерхственную часть, что очень удобно. И с помощью такого метода была показана совершенно замечательная с точки зрения биологии картина того, а как вообще говоря могут белки взаимодействовать с молекулой ДНК. Вот, дело в том, что уже давно возникала задача определения физики поиска различными белками определенных сайтов на молекуле ДНК. Мы знаем, что есть такие молекулы, транскрипционные факторы. Их важная задача узнать определенное место, так называемый промоутерный участок на поверхности, значит, молекулы ДНК, и дальше запустить уже другие процессы. Ну, чаще всего, если это транскрипционный фактор, это будет процесс транскрипции. И тут возникает задача поиска. Дело в том, что конкретный транскрипционный фактор, он вообще говоря должен узнать определенный сайт на вот этой молекуле, которая даже в одной клетке, если это человеческий геном, если развернуть это в длину, получится несколько метров. Это все хитро сложено в трехмерном пространстве, в ядре. Мы знаем, что там очень хитро это с точки зрения геометрии устроено. Но, тем не менее, белку, который появился за счет трансляции в цитозоле, нужно, попав в ядро, узнать, найти одно конкретное место. Это, вообще говоря, место, оно одно из многих-многих миллионов и даже, можно сказать, миллиардов альтернативных мест. Если он узнает, например, какой-то конкретный триплет на молекуле ДНК, а у нас количество нуклеотидов несколько миллиардов, то, вообще говоря, как ему попасть в нужное место? Вот возникает такой вопрос. И люди уже давно этим задавались вопросом. Рассуждения были такие, что если это просто случайное браунирование в трехмерном пространстве, то мы никак не сможем быстро узнать, найти нужное место. А иногда клетке нужно достаточно быстро перестраиваться. Мы, если хотим запустить экспрессию какого-то гена, и это происходит через связывание транскрипционного фактора в определенном месте, нам, вообще говоря, нужно, чтобы узнавание происходило довольно быстро. Ну, решением оказалось то, что молекулы ДНК, вообще говоря, используют не трехмерный поиск в трехмерном пространстве, случайное браунирование, пока не столкнемся с каким-то местом. Они могут путешествовать вдоль молекулы ДНК. То есть снижается размерность поиска. Мы где-то садимся на молекулу, и дальше случайно, в некоторых случаях случайно, в некоторых случаях направленно, если мы при этом гидролизуем, например, АТФ, мы можем направленно двигаться. Но если никакого гидролиза не происходит, если мы просто связались, то в среднем мы должны будем двигаться во всех возможных направлениях. Это вот такая, получается, одномерная диффузия вдоль этой самой молекулы ДНК. Но это, конечно, в целом трехмерный процесс, и ДНК — это двойная спираль, и молекула, если она вдоль диффундирует, она при этом еще и должна проворачиваться. Но в любом случае, вот эта вот одномерная диффузия и поиск за счет нее оказывается намного быстрее, чем если мы вот так вот за счет случайного просто браунирования в трехмерном пространстве и потом попадания в нужное место, вот это намного медленнее, чем вот это. Ну, также понятно, что эти белки, они не навечно присоединяются, они могут присоединиться, поползать, потом открепиться, пробраунировать, сесть в новое место. Ну, в общем, тут, возможно, самые разные варианты, но конкретно то, что большинство взаимодействующих с молекулой ДНК белков могут вот так вот диффундировать, вот так вот перемещаться, случайно браунируя вдоль этой молекулы ДНК, было показано именно с помощью вот этой терфмикроскопии, то есть когда мы смотрим только приповерхностном слое и регистрируем движение вот этой вот флуоресцентной молекулы. Ну, идея оказалась очень простой, то есть было видно, что эта молекула, во-первых, она долго находится в приповерхностном слое, значит, что она с чем-то здесь связана, а дальше оказывается, что она, вообще говоря, двигается вдоль какой-то линии, и, соответственно, ну, понятно, что да, получается, она перемещается именно вдоль вот этой вот молекулы ДНК. Подробностей не видим, но можем сделать вывод, анализируя движение вот этого вот флуоресцентного пятна. Вот, так вот это выглядит, вот эта самая картинка, да, если ее в трехмерном виде посмотреть, да, вот, соответственно, здесь этот вот терп луч, и дальше у нас вот эта вот область, где есть молекулы ДНК, соответственно, и белок с флуоресцентной меткой, который вот так вот путешествуется, а здесь показан вот этот вот иванесент филд, да, это вот исчезающее экспоненциально спадающее поле. Хорошо, значит, мы теперь поговорили про базовые варианты освещения, которые используются в флуоресцентной микроскопии, классической, и теперь давайте поговорим про особенности флуорофоров, какие, вообще говоря, сегодня используются флуоресцентные молекулы для решения вот этих задач. Итак, с чего все началось? Ну, были известны конкретные флуоресцентные молекулы, то есть синтетические вот такие вот краски, их достаточно много сегодня есть, вот она сверху, здесь в специальном масштабе это показано, вот такая маленькая флуоресцентная краска, которая имеет определенный спектр флуоресцентных, как получить специфичность, имея вот эту флуоресцентную краску? Ну, возможно, некоторые варианты. Может так повести, что эта молекула по каким-то причинам накапливается в определенных, ну, например, гранулах клетки. Да, вот то, что я вам показывал для мипокрина, оказалось, что в тромбоците, в плотных гранулах, достаточно кислый pH, и если эта молекула туда заходит, дальше она протонируется, находится в протонированной форме, и просто скорость выхода наружу становится меньше, потому что если мы находимся в протонированной форме, нам преодолеть мембрану липидную становится очень сложно, просто из-за электростатических эффектов. Невыгодно заряду находиться в, значит, системе, у которой диэлектрическая проницаемость низкая. Вот, заряд будет оставаться в воде. И таким образом, это вот вариант, когда нам повезло, когда сама флуоресцентная молекула по каким-то причинам где-то накапливается. К сожалению, так бывает очень-очень редко. Нам нужно как-то выкручиваться. Как происходит выкручивание? С чего все началось? Значит, самый классический вариант – это химически пришить эту молекулу к какому-нибудь белку, который, собственно, и будет нам давать специфичность. Но здесь вы можете догадаться, не просто так изображено антитело. Идея такая – мы хотим что-то увидеть с помощью специфического антитела к определенному интересующему нас, ну, например, белку. То есть мы тогда прикрепим флуоресцентную краску химически к этому антителу и дальше добавим антифлуоресцентные меченые антитела в систему и будем смотреть, где же эти флуоресцентные антитела накапливаются. Соответственно, будем делать вывод, а где же находится сам белок. Какие здесь ограничения? Если мы говорим про живую клетку, получается, что вообще говоря, антитело мы можем использовать только для того, чтобы увидеть что-то на поверхности этой клетки. Такое огромное антитело, оно не пройдет через нормальную, здоровую клеточную мембрану. Соответственно, нужно, если это живая клетка, получается, мы тогда можем увидеть только какие-то поверхностные белки, используя антитела к этим белкам, флуоресцентно-меченые. Ну, либо клетки фиксировать, пермобилизовывать, то есть сделать так, чтобы мембрана стала дырявой. И тогда уже заводить эти антитела, смотреть, как они связываются уже внутри клеток, но клетка уже тогда будет неживая. Но, тем не менее, это все равно очень даже неплохой вариант. И классическая вот иммунно-гистохимия, это в том числе делается благодаря таким флуоресцентным красителям, когда мы уже прямо вот в ткани можем смотреть, где у нас что происходит, где какие антитела связываются. Но, понятное дело, что это уже не живая ткань, а специальным образом зафиксированная, обработанная для того, чтобы все эти антитела могли куда нужно заходить. То есть это отдельная, получается, кухня. Теперь, если нас интересует что-то внутри клетки, и мы хотим это увидеть, где же это что-то локализуется внутри живой клетки, то сегодня есть два основных подхода. Первый, за который уже дали Нобелевскую премию, это использование флуоресцентных белков, так называемых GFP, YFP, то есть это GFP, это от английского Green Fluorescent Protein, то есть зеленый флуоресирующий белок. Замечательная система, очень красивая с точки зрения физики, биофизики. Оказалось, что у определенных медузок есть такая очень интересная система, есть специальный белок, который очень хитро устроен, такой вот бочонок, внутри которого за счет просто химической реакции происходит преобразование обычного аминокислотного остатка в молекулу, которая уже приводит к флуоресценции. И вот этот бочонок, он так очень интересно устроен, у него внутри находится вот этот вот флуорофор, и он окружен вот этим вот каркасом из бета-слоев, которые вот видите, вот так вот он, значит, внахлёст эти слои окружают, значит, вот эту центральную часть, которая полая, но там по диагонали идет вот эта вот полипептидная цепочка, которая в центре содержит флуорофор. И, соответственно, этот флуоресцентный белок, его очень здорово используют для самых разных задач. Идея заключается в том, что мы можем пришить с помощью генных манипуляций, мы можем ввести в нашу клетку такой ген, который будет содержать что? Он будет содержать не только интересующий нас, значит, белок, но и через некоторый линкер будет содержать, соответственно, ген вот этого зелёного флуоресцентного белка. В итоге внутри клетки у нас к белку, который нас интересует, будет приделан вот этот вот зелёный флуоресцирующий белок. И, получается, мы сможем видеть, а где же этот белок лекализуется в клетке, как меняется его динамика, экспрессируется ли этот белок, не экспрессируется, если экспрессируется, то где он находится. Очень-очень удобный способ пометить белок с помощью комбинирования вот этой красивой биологической системы зелёный флуоресцентный белок и методов генной инженерии, потому что нам в данном случае нужно всё-таки создать вот эту вот систему, такую нуклеиновую кислоту, которая будет содержать в себе, кодировать не только интересующий нас белок, но и через некоторый линкер саму вот эту вот молекулу зелёного флуоресцентного белка. Ну и здесь, естественно, есть всякие подводные камни, ну а что, если вот это наличие зелёного флуоресцентного белка вообще, говоря, будет мешать функционированию нашего изначального белка, да, поэтому тут, естественно, есть много подводных камней, нужно аккуратно это делать, но общее видение такое, что если линкер достаточно длинный, то есть вот эта вот цепочка, которая отделяет, здесь, к сожалению, не очень удачный рисунок, не показан этот линкер, в общем, некоторая полисептидная цепочка, такой поводочек, который соединяет основной белок и сам GFP, то они как бы, если есть этот поводок, GFP будет сам по себе болтаться, а этот белочек сам по себе, они друг другу особо мешать не должны, то есть если этот белок должен где-то связываться в определённом месте с какими-то другими белками, то вообще говоря, не должен вот это наличие зелёного флуоресцентного белка приводить к каким-то конкретным изменениям. Это значит первый подход, как мы можем добиться специфичного флуоресцентного мечения внутри живой клетки. Второй вариант более новый. Идея очень похожая, но результат другой. Идея такая, мы делаем всё то же самое, но прикрепляем к нашему белку не GFP, а специальный фермент. А фермент этот будет катализировать реакцию присоединения значит бензилгуанина с флуоресцентной меткой к самому этому белку, к соответственно самому этому ферменту. То есть вот этот бензилгуанин пришивается эквивалентно, как показано здесь, и получается, значит, высвобождается гуанин, и соответственно получается вот такая система, в которой через фермент пришита уже флуоресцентная метка к нашему белку, но через вот такую хитрую систему. Это так называемый снэп и клик теги. Теги это как метки, и соответственно есть вариант снэп тега, клип тега, идей на это всё очень похоже. В чём преимущество такого подхода? Но дело в том, что синтетические флуорофоры, они намного более фотостабильны, чем вот этот вот красивый, но очень хрупкий флуорофор, который сидит внутри GFP. Вот этот вот флуорофор, он довольно быстро выгорает, то есть в условиях живой клетки он быстро окисляется и перестаёт светиться, поэтому мы не можем очень долго использовать вот эту вот молекулу для того, чтобы видеть, где соответствующий белок локализуется. Это вот проблема с зелёным флуоресцентным белком, ну и с другими белками этого семейства, вот именно в том, что вот эти вот флуорофоры, которые здесь формируются, они такие довольно-таки хрупкие сами по себе. И, значит, ещё раз, вот эти вот синтетические краски, они намного более фотостабильны, да, и это плюс, поэтому если мы можем либо пришить к белку, либо пришить к белку прям внутри клетки с помощью вот этих снэп-тегов, это, конечно, нам позволит намного дольше регистрировать флуоресценцию. Ну и самый вариант стабильной флуоресценции это квантовые точки, которые делаются из вот таких вот многослойных систем, которые каким-то образом, значит, покрываются так, чтобы не было никаких проблем. Прям дело в том, что вот эти внутренние соединения, которые, собственно, приводят к флуоресценции, они достаточно токсичны для живых организмов, поэтому нужно как-то это дело обезопасить. Это отдельная кухня. Эти квантовые точки для ряда задач очень хорошо используются, но можете догадаться, какая у них проблема. Ну да, светится шарик, а как добиться флуоресценции, специфичности этой флуоресценции? Нужно сделать так, чтобы этот шарик, он присоединялся только там, где нам нужно. То есть нам нужно как-то его навести на нужную нам, соответственно, молекулу. И вот это отдельная задачка, которая, соответственно, решается разными подходами, но, тем не менее, не так здорово и активно используется, как стандартные подходы, о которых я только что вам сказал. Если говорить про параметры флуорофоров, то здесь можно выделить следующие ключевые параметры. Первое. Спектральные характеристики. Это, как правило, описывается двумя числами. То есть это максимум длины волны поглощения. Точнее, правильно говорить, максимум возбуждения флуоресценции. Это может не совпадать максимум поглощения именно этого вещества. Я про это говорил на прошлой лекции, обращал отдельное внимание. Второй параметр – это максимум эмиссии флуоресценции. То есть это, как правило, прямо вот для флуорофора приводится два числа. Длина волны, соответствующая максимум в спектре возбуждения флуоресценции и эмиссии. Второе. Яркость флуорофора. Что это такое? Это произведение эффективности поглощения на квантовый выход флуоресценции. На квантовый выход флуоресценции. Значит, тут это яркость. Это произведение. Давайте напишем так вот. Соответственно, ну, мы можем так это условно здесь назвать вероятности поглощения системы на, соответственно, квантовый выход, который обозначается буковкой φ. φ – это что такое? Это количество испущенных квантов флуоресценции к количеству поглощенных квантов. Да, вот такое отношение. Понятно, что эта величина должна быть, вообще говоря, в классическом случае меньше единицы. Мы не можем просто так испустить флуоресцентный фотон, нам нужно поглотить фотон, который возбуждает, собственно, флуоресценцию. Вот, вот это, это φ – это квантовый выход, и вот получается полная яркость это произведение вот этих вот двух величин, от чего зависит вероятность поглощения. Я выписывал в прошлый раз, она пропорциональна квадрату дипольного момента перехода, да, если мы имеем состояние, соответственно, основное, состояние возбужденное, мы можем с помощью подходов квантовой химии, можем даже попытаться просчитать вот этот вот дипольный момент перехода, но это отдельная, с точки зрения теории, хитрая задачка, потому что, вообще говоря, там еще всякие есть колебательные моды, и нужно делать это аккуратно. Мы сейчас не будем на этом останавливаться. Значит, это второй параметр, очень важный – яркость. Третий параметр – фотостабильность. Это фактически среднее число циклов возбуждения и флуоресценции до того, как молекула необратимо уже испортится. Ну, то есть, произойдет какая-то химическая реакция, в результате которой параметры спектральные этой молекулы изменятся настолько, что для нас она уже будет практически невидимой. Вот это как раз-таки фотостабильность. И также важный параметр, к которому мы вернемся чуть-чуть попозже – это время жизни флуоресценции. Тоже параметр, который сегодня используется. И здесь как раз-таки дальше для вот этих вот ключевых типов флуоресцентных систем, которые я показал выше, показано вот это вот число средних циклов до выгорания. Вот оно показано здесь справа. Для зеленого флуоресцентного белка вы, как видите, это от 10 тысяч до 100 тысяч в среднем. Здесь показано соответственно время жизни вот этой вот молекулы средней до того, как она выгорит. Это не время жизни флуоресценции. Время жизни флуоресценции совсем другой параметр. Он в наносекундах мерится. А это просто время, которое при заданном потоке освещения, при заданном количестве квантов, поглощаемых в единицу времени, будет, соответственно, у нас жить вот эту вот молекулу до того, как уже она не испортится необратимо. Для вот типичной такой органической краски эта величина времена в среднем в 10 раз выше, то есть неплохо, намного более стабильная в среднем в 10 раз. То есть тут уже для такого характерного потока облучения уже времена от единицы до 10 секунд. Но эти времена это условно, конечно, это очень сильно зависит от типа облучения, от длины волны и так далее. В общем, на это смотреть сейчас не обязательно, смотрите на сами циклы. Ну и абсолютно чемпион квантовая точка, да, суперфотостабильная, на много порядков стабильнее всех конкурентов, но проблема с ней, вот опять же повторюсь, как сделать, чтобы она была специфичная. Давайте посмотрим вот этот тоже наши эксперименты, которые позволяют увидеть, что происходит внутри тромба, если мы будем следить за умирающими клетками. В данном случае анексин-5, это маркер клеточной смерти, который был конъюгирован с флуорофором. Вот Alexa Fluor 647 это как раз-таки один из широко используемых флуорофоров. 647 как раз-таки это длина волны, которая показывает максимум флуоресценции вот этого красителя, то есть 647 нанометров. Здесь показано по мере того, как растет тромб, это вот этот вот агрегат из тромбоцитов, видно, что некоторые клетки, которые изначально находятся внутри, вот этот вот зеленый шарик, начинает выходить наружу. В целом, здесь, если приглядеться, видно, что вот этот вот сигнал становится все менее-менее ярким из-за вот этого самого выгорания. И получается, что мы, да, увидели, что оно вылезло наружу, на поверхность тромба, но дальше оно начинает становиться тусклее и, в общем, становится видно все хуже и хуже. Для некоторых задач, вообще говоря, вот этого вот выгорания, оно может быть даже в плюс. Например, вот в этом видео показано, как мы можем видеть вновь прибывшие клетки, в данном случае тромбоциты, в случае, если у нас происходит очень быстрое выгорание краски. Смотрите, у нас изначально сейчас будет видно, что все тромбы светятся, потому что мы начали снимать тот момент, когда агрегат уже сформировался и получается, что вся эта система флуоресирует. Но дальше быстро все выгорает и мы начинаем видеть только клетки, которые свежие, которые прилетели в это поле, прикрепились и, соответственно, флуорофоры на них еще не выгорели. И дальше каждая такая клеточка, она по мере того, как будет, соответственно, находиться под действием этого света, она будет выгорать и мы уже ее не будем видеть. Вот. То есть, таким образом, за счет выгорания мы можем, например, проанализировать скорость движения отдельной клетки, которая прикрепилась и дальше начинает участвовать в общем вот этом вот процессе, который здесь очень хорошо виден. Этот процесс называется контракцией, уплотнение, сгустка. Каждый тромбоцит, как мышца, может сжиматься и это приводит к тому, что весь тромб он начинает так вот механически контрактировать, то есть поджиматься, уплотняться. Здесь этот процесс очень хорошо виден и можно вот измерять скорость отдельных этих клеток, потому что все остальное выгорает. Очень такой элегантный способ исследования этого процесса. Ну, на этом я сейчас останавливаться не буду. Здесь показано конфокальное изображение уже в нескольких каналах, но сейчас нам это не будет так интересно. В общем, важно, что разные каналы можно объединять, смотреть, как это все в режиме реального времени происходит. Значит, какие синтетические флуорофоры сегодня используются? Очень активно применяются семейства цианинов. Значит, СИУА-5, СИУА-3, мы про них поговорим позже. Семейства алексов флуорофоров тоже очень широко применимо, но и есть дополнительные, которые не так, ну, по крайней мере, на мой вкус, они не такие популярные, как, значит, алекса и цианина, но, тем не менее, семейства сегодня очень много этих разных флуоресцентных молекул. Это, как правило, целые, химики делают целые панели, то есть, есть вот алексофлор 488, он дает, соответственно, он заточен под вот эту вот длину волны, 488 нанометров. Вот, ну, и, соответственно, дальше, в зависимости от того, какие вы можете использовать длинный волн возбуждения, вы подбираете нужные вам вот эти вот красители. Дальше зеленый флуоресцентный белок, да, вот я вам сказал, что это такой замечательный бочонок, если мы его разрежем, то вот видно, как внутри здесь вот альфа-спираль частичная, да, и вот в определенном месте у нас формируется этот замечательный флуорофор, и дальше продолжается альфа-спираль, а вокруг вот эти вот бета-слои. Сегодня этих флуоресцентных белков уже сделано много, потому что люди начинали вводить различные мутации в эту систему, менять определенные аминокислотные остатки окружения, вот, значит, те аминокислотные остатки, которые непосредственным образом, ну, в непосредственной близости к этому флуорофору находятся. Ну, и, соответственно, оказалось, что можно менять спектральные характеристики, фотостабильность таким образом и сегодняшние вот эти вот синтетические, ну, скажем так, уже модифицированные зеленые флуоресцентные белки, они сильно отличаются от того, который, от дикого типа, то есть от молекулы, которая в медузе была изначально обнаружена. В целом, могу сказать, что в медузе это совершенно потрясающая красота система, там есть белок акварин, в котором возможно окисление соответственно люциферина. Люциферин это общий, это такой широкий класс молекул, которые могут люциферазами, соответственно, другими молекулами могут переводиться в возбужденное состояние. Как правило, для этого нужна молекула АТФ, кислород для этого нужен чаще всего. И вот акварин, в медузе он соответственно приводит, он является люциферазой, и соответственно у него есть свой люциферин, который показан здесь синим цветом. Так что происходит в этой системе? Очень интересно. Значит, вот этот акварин перебрасывает за счет химической реакции вот эту вот молекулу в возбужденное состояние, в плане электронного состояния. Дальше это возбуждение, оно переносится, энергия этого возбуждения на молекулу GFP. И вот эта энергия возбуждения уже дальше высвобождается в молекуле GFP с помощью света, зеленого, ну, такого зеленоватого оттенка. Собственно, он поэтому и зеленый флоресцентный белок. Люди до сих пор спорят, зачем нужно так хитро иметь такую очень интересную необычную систему, в которой одна часть химически генерирует вот это вот значит излучение, а дальше другая соответственно фактически является антенной. То есть она эту энергию поглощает, а дальше уже излучает в виде вот видимого диапазона. Но это как-то связано с жизнью этих медуз, тем, видимо, как они пытаются значит с помощью вот этой оптики что-то сообщать окружающему миру, либо значит таким же как они, либо каким-то другим организмом, который тоже находится. Но чаще всего эти товарищи живут достаточно глубоко, где света очень мало, и поэтому использовать GFP как мы делаем, то есть возбуждать непосредственно светом, а дальше детектировать флуоресценцию, этот организм не может, то есть ему нужна энергия химическая для того, чтобы в итоге светиться. И вот интересно, что здесь это делается с помощью вот такой хитрой системы с акварином. Казалось бы, ну а что, акварину было не светить, как вот многие люциферины, вот они перебросившись в основное состояние, они могут собственно светиться просто уже непосредственно переходя в основное состояние, высвобождать эту энергию в виде света. Но нет, происходит миграция и соответственно дальше уже переизлучение. Вот такая вот интересная система. Следующий момент, на котором я кратенько остановлюсь, это то, что вот эти флуоресцентные красители мы можем использовать в качестве так называемых зондов. То есть в данном случае кальциевый зонд, то есть это соединение, которое позволяет определять концентрацию кальция в цитозоле клетки. Идея заключается в том, что для определенных молекул, если они связываются с кальцием, их спектральные характеристики достаточно сильно меняются. И таким образом определяя интенсивность флуоресценции при возбуждении определенной длины волны мы можем посмотреть, сколько кальция свободного находится внутри этой клетки. Это вот такой вот красивый способ использования флуоресцентных меток в качестве зондов концентрации, то есть для определения концентрации определенных веществ внутри этих клеток. Я вам сказал, что эти замечательные медузы аквариев виктория были в которых значит был обнаружен GFP, они вообще говорят живут при достаточно высоком давлении, то есть довольно глубоко, и вот это здесь показан изначальный спектр дикого типа GFP, вот этого зеленого флуоресцентного белка. здесь видно, что вообще говоря, у него была такая вот с двумя пиками спектра возбуждения флуоресценции, эмиссионный спектр выглядел таким вот образом, и соответственно дальше замечательный биоинженер Роджер Циен, он сделал буквально одну замену в 65-й позиции, одну аминокислотную замену, и это сильно изменило спектр флуоресценции, во-первых, эта молекула стала более фотостабильна, у нее выход флуоресценции при атмосферном давлении вырос, потому что здесь при атмосферном давлении все было значительно хуже, потому что оно все заточено под давление более высокие, ну и соответственно пропал вот этот непонятный печок, и приблизил соответственно максимум возбуждение флуоресценции к 484 нанометрам, ну то есть это 484 нанометра стало, а не 400 нанометров, как было вот в первом случае, и соответственно это удобно, потому что это соответствует классическому варианту флуоресцина, значит это флуоресцина, это на самом деле целое семейство молекул, и с ними уже давно работали люди, которые занимаются флуоресцентной микроскопией, и как раз у флуоресцина у него максимум соответствует адсорбции, максимум спектра возбуждения как раз 488 нанометров, то есть для него получается, что за счет отдельной замены даже GFP удалось подогнать автоматически под систему, для которой все фильтры уже были заранее разработаны, то есть это стало очень близко к системе соответствующей синтетическому украсителю флуоресцина. И значит вот сегодня уже за счет самых разных замен удалось сделать огромное количество разных флуоресцентных белков, и здесь показана такая замечательная картина, где нарисована значит такая вот идиллия с пальмой, с морем, с восходом или закатом с помощью разных вот этих вот флуоресцентных белков. То есть мы сейчас покрываем практически ну вот все цвета радуги и можем огромное количество вариантов использовать внутри живой клетки. и за вот эти замечательные работы была в 2008 году вручена Нобелевская премия. Шамамура Осама человек, который как раз таки работал с этими медузами и первый выделил этот флуоресцентный белок. Роджер Цьен это как раз таки биоинженер который сделал огромную работу для того, чтобы довести это до уже возможности нормального применения. И соответственно Мартин Чалфи был первый человек который публиковал статью в Science где в Нематоде в соответственно в C да спасибо значит в C Элеганс было показано что можно использовать вот этот вот зеленый флуоресцентный белок для конкретной детекции распределения определенных интересующих нас белков. То есть для этого делается как раз таки генноинженерная конструкция где пришит с помощью линкера вот флуоресцентный зеленый флуоресцентный белок к интересующему нас белку. Сегодня есть даже работа вот это в Nature Photonics было опубликовано в 2011 году как можно сделать лазер на основе одной клетки в которой находится GFP. Вот идея заключается в том что мы можем значит накачивать ну то есть использовать GFP в качестве активной среды которую мы можем накачать до состояния в котором уже возможно усиление и соответственно уже режим генерации здесь показан вот в спектре видите вот эти вот узкие пики которые зависят от соответственно параметров этого резонатора ну и вот очень очень красивая система кто бы мог подумать что в качестве лазера может выступать отдельная клетка но это скорее так потехи для а не какого-то приложения ради было сделано но тем не менее очень красиво то есть довольно здорово показано как физики могут использовать эту систему в качестве ну в некотором смысле развлечения и так значит следующий блок это классические методы использования флуоресценции которые сегодня довольно широко используются это фрэп флим и фред значит вот эти аббревиатуры вы должны иметь возможность их расшифровывать значит фрэп это флуоресенс рекавери автор блитчинг то есть восстановление флуоресценции после фото тушения флим это скажем так получение изображений вот то что по-английски называется имиджинг к сожалению одним словом очень плохо на мой взгляд переводится на русский язык то есть это фактически формирование изображения или получение изображения за счет измерения времени жизни флуоресценции вот это вот флим да то есть микроскопия основанная на измерении жизни флуоресценции и чрезвычайно важное явление это ферстеровский резонансный перенос энергии вот здесь вот это расписано и значит это шифруется как фред ферстер резонанс энергетрансфер про это будем тоже говорить очень-очень такое важное явление которое сегодня используется для самых разных задач в том числе чрезвычайно интересных про это не буду говорить итак значит первый фред в чем идея идея очень простая если у нас есть возможность в каком-то месте молекулы быстро перевести в состояние когда они не светятся а эти молекулы вообще говоря подвижны и в этой области может происходить обмен этих молекул на те которые мы не потушили то измеряя кинетику восстановления флуоресценции мы можем определить мобильность этих молекул и определить их соответственно коэффициент диффузии за счет вот такого эксперимента когда мы будем делать следующее здесь показано изображение которое получено с помощью сканирующего микроскопа это конфокальный сканирующий микроскоп использовался про эту технологию я расскажу чуть дальше сейчас она нам не так важна важно что мы можем получить флуоресцентное изображение вот так вот сканируя образец по отдельным точечкам вот так вот по линиям хоп-хоп-хоп-хоп-хоп получаем изображение здесь использовался флуоресцентный белок который был конъюгирован с помощью биоинженерной технологии с определенным белком, который локализуется в ядре клетки, и поэтому здесь вот мы видим клетку, и вот в ядре мы видим какие-то яркие пятна, это области, в которых этого белка выше, соответственно, больше интенсивность флуоресценции. Дальше мы можем с помощью увеличения интенсивности лазера, который освещает эту область, мы можем вот это вот пятнышко погасить, то есть мы можем здесь сильно просканировать все с высокой интенсивностью света для того, чтобы все эти молекулы перманентно перешли в состояние, когда они уже не светятся. Поэтому в начальный момент времени, после того, как мы быстро это все погасили, видите, вот эта вот штука потухла, здесь даже такое черное пятнышко появилось. Через 1,6 секунд уже этого пятнышка черного не видно, через 12 секунд уже начинает проступать это пятнышко, которое здесь было, и через 32 секунды уже практически восстановилось оно к тому состоянию, как было изначально. Если мы для этой области промерим график, как изменялась флуоресценция после тушения, то мы получим вот такую вот кривую, которая очень здорово описывает с перевернутой экспонентой, то есть она выходит на насыщение. Ну и, соответственно, время половины восстановления, да, Т1,2, которая здесь получилась 5,7 секунд примерно, оно пропорционально коэффициенту диффузии, да, то есть у нас восстановление флуоресценции в этой области происходит за счет того, что молекулы из окружения, которые могут флуоресировать, которые мы не потушили, они сюда диффундируют, и, соответственно, флуоресценция возвращается в нормальное состояние. Происходит это медленно, потому что это зависит от диффузии и, соответственно, от размера вот этой области, да, поэтому в формуле для вот этого вот связи коэффициента, Т1,2 с коэффициентом диффузии, будет, естественно, еще стоять вот характерный размер этой области, которую мы тушили. Значит, вот этот ФРЭП используется в том числе для того, чтобы подбирать условия для кристаллизации мембранных белков. Это первая часть нашего курса. Я вам говорил про вот эти вот липидные кубические мезофазы, LCP, липидная кубическая фаза, и там возникает задача подобрать условия кристаллизации и, соответственно, состав вот этой вот смеси мезофазной, так, чтобы молекулы могли диффундировать в этой области, иначе никогда наши белки не выйдут из этой фракции, не начнут формировать вот этот вот кристалл внутри фракции вот этих вот кубической мезофазы, где белок, он находится вот в каких-то отдельных таких вот, значит, областях. Нам нужно, чтобы они могли диффундировать, и это как раз-таки можно промерить с помощью ФРЭП, можно, подготавливая нашу систему, вот эту вот мезофазу, можно светить на нее лазером, мерить вот эти вот времена восстановления флуоресценции для того, чтобы подобрать условия, в которых, значит, вот эта система, в ней диффузия все-таки будет достаточно активна. Только тогда будет возможно вот это вот формирование кристалла. То есть это вот как приложение, зачем может быть нужен ФРЭП. Значит, следующий процесс, ФЛИМ, построение изображения с помощью процедуры измерения времени жизни флуоресценции. Значит, для того, чтобы вспомнить, что это такое, нам нужно нарисовать диаграммы, которые мы с вами… Ну, мы их, наверное, рисовали, но я их показывал на слайде. Вот у нас есть основное состояние С0, есть первое возбужденное сеглентное состояние С1, и вот это вот уровень энергии, которая соответствует колебательным модам в молекуле. Соответственно, мы переводим нашу молекулу за счет поглощения кванта света в возбужденное состояние, возбужденное не только с точки зрения электронного состояния, но и с точки зрения движения вот этих вот атомов в молекуле, да, вот мы видим, что здесь происходит переход на какой-то уровень, который еще соответствует некоторым движениям, да, то есть мы вот находимся здесь. Дальше я вам рассказывал, что за пик секунды происходит релаксация вот в это основное состояние по электронному возбуждению, но при этом, когда молекул уже не двигается, значит, вот эта вот энергия, она может, значит, но чаще всего она в виде тепла просто рассеивается, то есть молекула начинает двигаться, и эту энергию движения она просто передается соседям, и дальше это все диссипирует в тепло. Вот, но это процесс быстрый, пик секунд. А дальше, отсюда, мы можем перейти в основное состояние, либо испуская квантсвета, это и будет флуоресценция, либо можем перейти в это состояние без излучения, то есть НР, Non-Radiative Transfer, да, то есть без излучательной, без излучательное возвращение в основное состояние. Вот это характерное время, за которое происходит этот процесс, оно порядка наносекунд. И если у нас в каком-то объеме находятся вот эти вот молекулы, которые я так сейчас условно звездочками обозначу, которые мы все перевели вот в это состояние, и они начнут вот-вот флуоресировать, да, мы для них можем записать такое вот уравнение, как, значит, записывают для, например, количество нестабильных изотопов, да, которые как-то распадаются. Здесь точно так же есть некоторое характерное время вот этого вот процесса, но мы будем описывать это в терминах скоростей процесса, соответственно, релаксации. И здесь мы можем, значит, вот это N-созвездочка, это количество молекул, которые находятся в возбужденном состоянии, вот которые сидят вот здесь, да. У нас это количество, оно будет уменьшаться пропорционально. Соответственно, пропорционально количеству вот этих вот молекул, которые находятся в этом возбужденном состоянии. И, значит, первая скорость — это скорость перехода в основное состояние за счет флуоресенсии. И, соответственно, вторая скорость — это скорость переходов, которые не связаны с излучательным переходом. То есть это может релаксировать в тепло, как вариант, а может эта энергия перейти к какой-то другой молекуле, которая находится рядом. Это как раз-таки вот этот ферстерский резонансный перенос энергии, про него мы поговорим чуть дальше. Вот. Ну и таким образом, в случае, если все просто, и у нас в системе находятся одного типа молекулы, у которых одни и те же вот эти вот параметры этих процессов, да, то мы можем записать, как выглядит решение… решение этого уравнения. Оно будет, значит, выглядеть в таком виде, значит, минус T, а здесь у нас стоят вот эти вот K1 плюс K2. Да, при этом мы можем ввести понятие времени жизни флуоресценции. Это есть не что иное, как единица на вот это вот K1 плюс K2, где K1 — это скорость перехода в состояние с испусканием света, то есть это как раз-таки излучательный переход, и K2 — это безизлучательный переход. Вот. Вот можем выписать такие уравнения и ввести понятие времени жизни флуоресценции, которое вот составляет как раз-таки несколько наносекунд. Теперь, что же нам с этим делать и вообще зачем нам это нужно? Ну, во-первых, оказывается, что вот этот вот параметр времени жизни флуоресценции, он зависит от большого количества процессов, которые происходят в окружении этой молекулы. Значит, в первую очередь, вот это время жизни флуоресценции зависит от концентрации солей, зависит от PH среды, зависит от наличия рядом молекулы, которая может принять вот эту вот самую энергию на себя. Значит, при этом нужно понимать, что если эта молекула будет находиться рядом, то время жизни флуоресценции, оно начнет уменьшаться, да, потому что у нас K2 будет увеличиваться, вероятность переноса нерадиционного куда-то этой энергии соседу будет расти, вот эта вот K2, и, соответственно, тау будет уменьшаться. Вот. Поэтому измеряем времени жизни флуоресценции, мы можем получать самую разную информацию. Информацию о локальном, так скажем, микро- или даже наноокружении этой молекулы, которая нам порождает сигнал флуоресценции. Второе, это, ну, сюда входит также, значит, и наличие каких-то соседей у этой молекулы, которые могут эту энергию на себя взять. Следует отметить, что с помощью измерения времени жизни флуоресценции мы можем разделить две молекулы с разными спектральными характеристиками, но которые в плане молекулярного строения отличаются и обладают разными временами жизни флуоресценции. Я так условно их изображу, что это другой тип молекул с кружочками. С точки зрения измерения флуоресценции мы не можем их разделить, да, у нас сигнал просто складывается, возбудились и эти молекулы, и эти, и все светят. Но если у них разные времена жизни флуоресценции, мы вообще говоря увидим, что когда мы измеряем сигнал флуоресценции, как она спадает, а сигнал флуоресценции у нас будет пропорционален, значит, К1, да, вероятности, ну или скорости вот этого вот процесса в единицу времени, да, на, собственно, количество вот этих вот молекул, находящихся в возбужденном состоянии. Да, вот эта вот величина, она у нас, вот это вот произведение, оно будет пропорциональной интенсивности флуоресценции. Так вот, если мы можем посмотреть кинетику изменения этого сигнала подробно, то в случае, когда у нас есть молекулы с разными временами жизни, мы увидим, что вообще говоря, там две экспоненты в решении, да, потому что суммарный сигнал складывается из, значит, для вот этих вот молекул, у которых своя К1 и, соответственно, своя кинетика со своим Тау, да, с этим параметром, и молекулы, у которых другой параметр, но они все вместе возбуждаются, все вместе светят, поэтому в итоге кинетика складывается из двух разных экспонентов. Это можно очень здорово использовать для того, чтобы определить, например, соотношение между концентрациями вот этих вот веществ, которые обладают одинаковыми спектральными характеристиками, но, тем не менее, два разных вещества с разными временами жизни флуоресценции. Теперь, пока все вроде бы идейно ясно, но как же нам измерить вот этот вот процесс спадания сигнала флуоресценции, который происходит на очень-очень маленьких временах, наносекундах? Значит, те изображения, которые я вам показывал до этого, они получены с помощью камер, которые, ну вот практически любое изображение, вот это, например, оно получено с помощью камер, которые являются просто вот такими матрицами, то есть это обычно две технологии используют CCD-камеры, то есть камеры, основанные, по-английски это Charge Couple Device, то есть это, значит, такая камера, в которой очень много ячеечек, и при попадании света, соответственно, у нас возникает определенный ток, и мы из каждой ячейки можем снимать, значит, в итоге ток, потому что, ну, в ячейке возникает заряд, и мы можем, значит, посмотреть, значит, ну, этот заряд утекает, и мы можем, соответственно, измерять ток, определять, какая интенсивность в данной ячейке сигнала. Вот, это происходит, вот это снятие изображения со всей этой матрицы происходит не так-то уж и быстро, происходит, ну, в лучшем случае за миллисекунды. И миллисекунды, как вы понимаете, они на шесть порядков отличаются от наносекунд. Как же нам с помощью вот такой вот обычной камеры получить вот такую вот кривую изменения сигнала флуоресценции? Ну, вообще говоря, непонятно, да, вроде бы никак, надо что-то другое придумывать. Вот эти матричные камеры, когда у нас есть матрица, и мы получаем двумерное изображение, это только один вариант того, как мы можем изображение построить. Другой вариант — использовать не такую технологию камер с матрицами, а использовать технологию фотоумножителей. То есть это прибор, который работает в режиме прямо вот счета фотонов отдельных и работает с чрезвычайно высокой скоростью. При этом мы должны сделать так, что весь поток излучения, который мы имеем от нашего образца, он попадал на вход вот этой вот фотоумножительной трубки. То есть мы не имеем матрицу, мы, получается, интегрируем весь сигнал от образца, и при этом можем с очень-очень высокой скоростью снимать то, как меняется общее количество фотонов во времени, и, значит, измерять этот процесс. Это, значит, один момент, это по поводу детекции. Но нам еще нужно бы сделать так, чтобы мы возбудили эту флуоресценцию и дальше ничего не делали. Если мы будем постоянно светить на образец, ну, как мы измерим времена жизни флуоресценции, у нас постоянно будет происходить возбуждение этих молекул, будет постоянно происходить флуоресценция, будет каша. Поэтому нам нужно использовать импульсные лазеры. И так очень здорово совпало, что вот чередование интервала между импульсом у большинства коммерческих импульсных лазеров, оно как раз-таки соответствует в районе 10 наносекундам. И мы можем сделать вот, что мы можем подать импульс длительностью там в сотню или там десятки пикосекунд. Это показано здесь вот зеленым цветом, то, как меняется интенсивность возбуждающего света. То есть это вот очень короткая вспышка импульсного лазера. Дальше, после того, как мы эту вспышку подали, мы начинаем измерять, соответственно, сигнал флуоресценции. И можем описывать его в виде вот как раз-таки этой экспоненциальной функции, если там находится одна молекула, которая порождает нам этот сигнал. Если оказывается, что вообще это фитируется двумя экспонентами намного лучше, чем одной, с учетом там степеней свободы, то оказывается, что там все-таки два объекта порождают вот этот вот сигнал. И у каждого объекта свое время жизни флуоресценции. Но давайте сейчас будем считать, что это одно какое-то время жизни флуоресценции. Итак, что мы имеем? Наш сигнал, он состоит из последовательности вот этих вот точечек, которые снимаются, значит, каждые нам несколько десятков пикосекунд. И вот мы видим, что оно вот так вот спадает, мы можем это фитировать. Соответственно, для каждой точки изображения мы будем делать следующее. Мы будем фокусировать туда пучок вот этого нашего импульсного лазера. И дальше мы фокусируем сюда пучок и настраиваем систему так, чтобы весь свет флуоресценции попадает на вот эту вот фотоумножительную трубку. И дальше мы регистрируем сигнал флуоресценции. Если у нас длительность 10, значит, наносекунд, то нам нужно повторить это какое-то количество раз, соответственно, фитируя каждый раз вот эту экспоненту, измеряя с какой-то ошибкой вот это вот время жизни флуоресценции. И получается, что для каждой точечки мы можем определить вот это локальное время жизни флуоресценции. А дальше мы, я думаю, вы уже догадались, мы просто сканируем, да, мы фокусируемся теперь в этой точке, в этой, в этой, в этой последовательно. В каждой точке много раз повторяя вот эту вот процедуру импульсную для того, чтобы более достоверно определить с помощью фитирования вот этот вот параметр экспонента. Ну и дальше мы можем получить вот такую картинку, фактически сканируя это вот так вот по таким вот линиям. И, значит, мы получаем, это просто изображение флуоресценции, а вот это изображение компьютерное, да, когда мы в каждой точке посчитали время жизни флуоресценции. И здесь как раз-таки показана вот эта вот шкала, то есть тут время жизни, оно от нуля до 600 пикосекунд показано в виде хитмэп, то есть это вот карта, цветовая карта, и в данном случае цвет, он просто, соответственно, в этом масштабе приведен, вот мы можем получить такую картинку. В данном случае только одна молекула использовалась, но и видно, вообще говоря, что в клетке есть какие-то зоны, в которых у этой молекулы, если это, конечно, не шум, но это не похоже на шум, потому что размер этих областей значительно больше, чем размер пикселя в изображении, да. Есть вот такие вот области синие, где время жизни флуоресценции увеличено по каким-то причинам, да. Есть области, где время жизни значительно меньше. Возможно, эта молекула передает свою энергию какой-то другой молекуле, да, вот эта флуоресцентная молекула, может этой энергией мигрировать куда-то. И, соответственно, вот мы можем получить такую вот картинку, но на это уходит время. Почему? Потому что мы в каждой точке, во-первых, должны сделать много импульсов, а дальше мы должны сместиться в другую точку, повторить это все, дальше с помощью компьютера это очень быстро обработать и получить вот это изображение. Дело это, конечно, не быстро, но, тем не менее, мы здесь постоянно имеем вот этот вот баланс, да, мы должны выбирать. Если мы хотим иметь высокое пространственное разрешение, то есть в каждой точечке это изображение получать, нам придется сканировать очень-очень много точек. На это уйдет много времени. Соответственно, у нас будет высокое пространственное разрешение, но низкое временное, да, потому что мы... На это уйдет много времени, и следующая такая картинка появится очень нескоро. Соответственно, если мы будем делать это грубо, то сканировать это, значит, не с маленьким шагом, а с большим, то, соответственно, у нас будет более низкое пространственное разрешение, но более высокое временное разрешение, потому что мы сможем быстро эти картинки получать. Вот, точно так же, сколько у нас уйдет на одну картинку, на один пиксель времени, да, если мы будем много раз вот эту процедуру делать, то у нас время жизни будет определяться все более и более точно. Вот, но при этом на пиксель уйдет больше времени, да, то есть, опять же, получается баланс между точностью измерения и в итоге частотой получения вот этих вот кадров. И теперь третий подход, очень-очень важный, который получил сегодня, ну, такое огромное разнообразие применений красивых, что, ух, я про некоторые из них расскажу, надеюсь, вас приятно удивлю, потому что это совершенно замечательный, красивый подход. Фред, подход, основанный на ферстеровском резонансном переносе энергии. В чем идея? Ну, вот в том, что я здесь говорил, да, если у нас мы переходим в возбужденное состояние, и рядом оказывается молекула со своим спектром, со своей структурой уровней, которая может это излучение на себя, вот эту вот энергию может себе принять, то дальше она уже может флуоресировать. Не эта молекула, а вот именно эта, да, вот это и есть ферстеровский резонансный перенос энергии. Перенос энергии вот сюда, на другую молекулу, у которой подходящие спектральные характеристики. Значит, здесь это показано в виде, соответственно, двух молекул. Одна это CFP, то есть это голубой флуоресцентный белок, он вот возбуждается 436 нанометров, светит 488, и YFP, да, желтый флуоресцентный белок. Соответственно, что будет происходить? Если мы, если этот белок находится далеко от синего флуоресцентного белка, то синий флуоресцентный белок будет просто флуоресцироваться с каким-то своим квантовым выходом. Теперь, если эти молекулы находятся очень близко друг к другу, то возможен вот этот вот ферстеровский резонансный перенос энергии, и, соответственно, мы возбуждать будем молекулу с помощью длины волны вот этого синего цвета, а светиться она будет уже желтым цветом. То есть произойдет ферстеровский перенос энергии, и, соответственно, флуоресценция уже не вот этим цветом, а другим, желтоватым. Таким образом, по флуоресценции вот этой молекулы можно сделать вывод, при условии, что мы возбуждаем только вот эту вот молекулу, да, 436 нанометров, мы можем сделать вывод о том, находятся ли эти молекулы близко друг к другу или нет. Прелесть феррета заключается в том, что он реализуется на расстояниях меньше 10 нанометров. То есть получается косвенно по наличию флуоресценции в канале акцептора, да, вот эта молекула называется донором, мы ее возбуждаем, а эта молекула называется акцептором, она принимает энергию и может флуоресцировать. Соответственно, по наличию флуоресценции в канале акцептора мы можем косвенно сделать вывод о том, что две молекулы находились на расстоянии меньше 10 нанометров, да, это расстояние значительно меньше, чем длина волны света. То есть таким образом мы, в принципе, можем и преодолеть дифракционный барьер в том смысле, что мы будем делать вывод о расстоянии между объектом на основе флуоресценции, но не напрямую, а зная то, что такое сигнал фред. Как это устроено? Здесь вот показана структура этих уровней. Это для донора, да, возможно поглощение, флуоресценция, и, соответственно, здесь показан перенос энергии, сигнал фред. Вот он здесь показан с помощью вот этой вот прямой. Переносим энергию сюда, акцептор возбуждается в это состояние, дальше происходит релаксация, и вот она происходит, флуоресценция сама. То есть акцептор, приняв вот эту вот энергию, может, соответственно, переходить в основное состояние, и дальше мы можем регистрировать вот этот вот, соответственно, квант света в виде уже флуоресценции длины волны, которая отличается от флуоресценции для донора. Значит, с точки зрения физики, механизм этого переноса — это диполь-дипольное взаимодействие. Что мы помним про диполь-дипольное взаимодействие? Ну, во-первых, то, что оно очень быстро спадает с расстоянием, именно поэтому характерное расстояние — порядка 10 нанометров. Помните, да, что там в итоге получается для энергии, получается зависимость единиц на Р6. В итоге вот эффективность передачи энергии взаимодействия диполя, я имею в виду, да, в итоге эффективность передачи, она получается, как вот единица на Р6 зависит от расстояния между вот этими вот двумя молекулами. Это первый важный момент. Дальше. Для того, чтобы это происходило, естественно, у нас должны перекрываться спектры вот этих вот двух молекул. Нам нужно, чтобы спектр эмиссии донора, он совпадал со спектром возбуждения акцептора. Да, вот это здесь, вот эти палочки, они соответствуют, они показаны здесь специально, вот эти вот стрелки. Не нужно думать, что FRED — это вот этот вот переход. Нет, неправильно. Да, FRED — это перенос энергии в эту систему. Вот, но здесь показано, что спектр эмиссии должен совпадать со спектром возбуждения флуоресценцию акцептора, да, для того, чтобы все эти процессы могли происходить. Это, соответственно, следующий пункт. Другой пункт — это то, что очень сильно это зависит от ориентации между вот этими самыми молекулами. Мы помним, что в зависимости от ориентации диполей у нас, ну, условно говоря, вот в рамках классической физики что происходит? Есть один диполь. Этот диполь соответствует, значит, дипольному моменту перехода. То есть у нас в кет сидит основное состояние, в бра сидит, соответственно, возбужденное состояние, да, получается некоторый диполь. Этот диполь создает вокруг себя некоторое поле, которое индуцирует дипольный момент в другой молекуле, да, и в зависимости от того, как ориентированы эти молекулы по отношению, вот, соответственно, их дипольные моменты, этих переходов, у нас может быть более или менее эффективно происходить вот этот вот перенос энергии, просто потому что может так получиться, что в каком-то направлении для, в том направлении, как раз-таки, где находится вот эта вот наша вторая молекула, просто само поле очень низкое от этого диполя, да, мы помним, что поле диполя, оно определенным образом в пространстве, значит, выглядит. И вот эту вот физику, ее стоит не забывать, она здесь описывает, собственно, то, как это происходит. На языке квантовой физики этот перенос энергии, это не излучательный перенос, это безизлучательный перенос, это происходит по механизму, ну, скажем так, виртуального фотона, точно так же, как можно в рамках квантовой теории поля, само вот это вот стационарное электрическое поле описывать с помощью, соответственно, вот этих вот виртуальных фотонов. Точно так же здесь получается, что сам этот перенос тоже происходит не по излучательному механизму, а по механизму вот этих вот виртуальных фотонов. Это важно помнить, потому что иногда неправильно называют фретом, его расшифровывают иногда флуоресценственный резонансный перенос энергии. Это неправильно, он ферстеровский. Никакой флуоресценции здесь не испускается от первой молекулы, да, переносится сама энергия, а дальше уже может возникать флуоресценция, ну, или, кстати, совершенно не обязательно здесь будет флуоресценция, она может возвращаться по другому механизму в основное состояние, но сам-то перенос энергии при этом может происходить, вот этот вот ферстеровский резонансный перенос энергии. Итак, значит, как сегодня регистрируются вот эти сигналы фрет? Ну, красным цветом отмечено то, как делается это сегодня в основном. Мы непосредственно напрямую измеряем сигнал в канале акцептора флуоресценции, то есть мы возбуждаем донора, а дальше измеряем сигнал в канале акцептора. Что значит в канале акцептора? Имеется в виду, что мы подбираем фильтры так, чтобы, значит, пропускать только излучение, соответствующее длинам волн эмиссии нашего акцептора. Соответственно, если мы возбуждаем донора и флуоресценции в канале акцептора нету, это значит, что акцептор где-то находится далеко, да, невозможно, не происходит вот этого резонансного переноса энергии. Это основной подход сегодня, но, тем не менее, можно делать еще с помощью FLIM, то есть можно измерять время жизни флуоресценции нашего, соответственно, донора. И в том случае, если это время жизни начинает сильно уменьшаться, это значит, что есть кто-то, кто забирает эту энергию на себя. То есть молекулы, вот это вот К2 начинает увеличиваться и там уменьшается. С помощью FLIM мы таким образом можем измерять FRED. Это очень неудобно. Почему? Потому что вы, наверное, уже поняли, что для регистрации FLIM нужны импульсные лазеры, нужен специальный микроскоп, оборудованный фотоумножителем, нужен компьютер, который способен оцифровывать вот это все, быстро считать. В общем, это отдельная установка, которая технически более сложная, чем микроскоп, в котором мы просто за счет постоянного пучка что-то облучаем и дальше с помощью обычной камеры что-то снимаем. То есть это более хитрая и более дорогая установка. Значит, другой вариант. Мы можем потушить акцептор, то есть мы можем дать вспышку облучения, которое сделает так, что спектральные характеристики акцептора изменятся, и он уже не сможет принимать на себя вот это вот излучение по механизму FRED. Не излучение, а принимать энергию по механизму FRED. Соответственно, дальше мы просто увидим, что флуоресценция донора увеличилась. Если мы потушим весь акцептор, а донор при этом станет ярче светиться, это значит, что та энергия, которая раньше уходила на акцептор, теперь туда не уходит, а возвращается к нам в виде флуоресценции, и мы ее детектируем. То есть это вот такой вот вариант. Вот, ну, здесь показано более подробно, как, значит, нужно это делать в случае, если мы используем подход, основанный на фототушении акцептора. И, значит, главная проблема в том, что при этом нам нужны вспышки излучения, которые будут тушить, да, и это для живых клеток это не очень хорошо, потому что это приводит к фотоповреждению, могут возникнуть какие-то там активные молекулы под действием света. В общем, вся фотохимия, она здесь может быть крайне нежелательная. Второй момент — это то, что все-таки из-за FREPA может восстанавливаться концентрация локальной акцептора, и, соответственно, мы можем неправильно проинтерпретировать наши данные. Вот, ну и, соответственно, присутствие сигнала акцептора как вот результат наличия FREPA — это тоже отдельный пункт. Но, в общем, нужно понимать, что в общем случае здесь есть некоторые сложности для вот такого подхода. Ну и, соответственно, измерение прямое FREPA с помощью измерения в канале акцептора — эта идея такая, что мы в результате возбуждаем флуоресенсию в канале донора, это картинка 1, и дальше снимаем флуоресенсию в канале акцептора, это картинка 2. Значит, что я имею в виду под картинками 1 и 2, на самом деле здесь нужно пояснить. Для того, чтобы аккуратно убедиться в том, что вы измеряете сигнал FRED, нам нужно сделать три образца. Первый образец, в котором есть только донор, для того, чтобы изучить и определить интенсивность флуоресенсии, вот она здесь, картинка 1, только в том случае, когда есть донор. Вот мы возбуждаем донор, и вот мы знаем его интенсивность флуоресенсии, это картинка 1. Два образец, в котором есть только акцептор. Почему? Потому что мы знаем, что в принципе акцептор может возбуждаться, когда мы пытаемся возбудить донор. Из-за того, что спектры всегда имеют некоторую ширину, очень сложно сделать так, чтобы интенсивность флуоресенсии акцептора была связана исключительно с FRED. Всегда будет некоторый фоновый сигнал, просто связанный с тем, что эта молекула напрямую возбуждается, когда мы пытаемся возбудить молекулы донора. Поэтому нам нужен второй образец, мы должны промерить интенсивность сигнала в образце, в котором есть только акцептор. И третий образец, это где есть и то, и другое. То есть мы имеем систему, в которой присутствует и донор, и акцептор, возбуждаем донор, а измеряем интенсивность в канале, соответственно, акцептора. Мы всегда измеряем интенсивность в канале акцептора, в этом случае тоже. Мы просто возбуждаем донора, но при этом может оказаться, что сам донор дает некоторую засветку в, соответственно, канале акцептора. Вот она показана здесь. Здесь эти цвета, они могут вас в некоторое заблуждение ввести. Вот, нужно понимать, что мы всегда снимаем излучение в канале акцептора, просто по разным причинам оно может происходить в случае, даже если у нас есть только донор или только акцептор. И, соответственно, что мы будем, как получить сигнал FRED? Ну, я думаю, уже понятно, да, мы из третьей картинки вычитаем первую и вторую картинку, да, то есть мы вычитаем все фоновые сигналы, и в таком случае интенсивность флуоресенции может объясняться именно взаимодействием донора с акцептором, то есть наличием FRED-сигнала. И вот такие получаются карты FRED, то есть в данном случае уровень интенсивности соответствует эффективности FRED, то есть просто интенсивности этого излучения. Дальше это можно пересчитать, если использовать какие-то теоретические рассуждения, можем пересчитать это прямо в средние расстояния между этими самыми молекулами в соответствующих областях пространства.